а тут я это короче один из последних берешь на скором смотрим в целом я думаю потому что остальные выпуски уже будет прям совсем такие здесь вот осталась пара-тройка короче сегодня какой выпуск его все смотрели его все смотрели я не смотрел я девочка простая и с детства мечтаю лишь об одном моя мечта ничего не делать лежать на диване мое хорошее ну вообще знаешь что у меня проблема знаешь когда свалилось много денег жизнь стала скучно не за счет им делать но пока с него мне ничего не падает и реальность отличается от моей мечты живу я в общаге от омского техникума социальных технологий в котором учусь на втором курсе какого-то самое смешно на кого буду короче швея портная омского раньше я любила шить маленькая была а спасибо сейчас я уже повзрослела иголка это не моё можно заходить иголка это не моё чего на первых трех парах была тусили вчера проспала девочки можно потише имей совесть ты так опоздала пошла я сюда учиться после девятого класса занудные уроки в школе и контроль учителей явно не для меня но самая главная причина почему я здесь это возможность жить в общаге потому что условия для жизни у меня дома неприходящих сухой семьи у нас семьи семеро янком аняка лерка ксюшка масть и фиолет я уже запуталась у всех нас так много у моей мамы были шага не тишина к мужа от первого один ребенок от второго моего папы четыре но пять лет назад мой папа трагически погиб в это время они уже не жили с мамой и у нее был третий мужчина от которого она родила еще одного ребенка сейчас мама живет гражданском браке с четвертым мужем нашим отчимом витии и у них есть общая дочь в общем нас семье много а квартирку мама однокомнатная всего 18 квадратных мест поэтому почти все мои сестры при первой же возможности валили из дома самый старший я не 23 она 18 лет вышла замуж и сейчас живет отдельно с мужем сашей по столе с трехгодовалую дочь леру с олесь и общаемся довольно таки хорошо а вот если вот так сделать то это можно будет подумать что это же школьник из майнкрафта говорит годовалую дочь леру с олесь и общаемся довольно таки хорошо очень давно уже не ругались мы можем по телефону поболтать еще у меня есть 17-летняя сестра двойняшка лера она также как и я обитает в общаге только в селе как я конечно не подстрекатель но меня почему-то кажется что здесь на что-то похоже кое-что а i'm sorry у меня есть 17-летняя сестра двойняшка лера она также как и я обитает в общаге мне одного показалось мне ничего говорить не буду просто показалось только в селе кожевниково томской области поступила туда в техникум агробизнеса на портную бывало из-за чего то мы там с ней можем подраться там что-то не поделись надо по мелочи все младшая сестра ксюша который 16 учится со мной в колледже тоже на портную только на первом курсе и хоть живем мы в одной общаге но с ней как-то совсем не общаемся у нее своя компашка и дела мне до нее нет с мамой и отчимом сейчас живут только двести болел 13-летняя настя и виолетт который при все так первых со новой сезон беременных контент на мастера в этот фильм который сейчас мы еще старше стра баллов шоу персон что вот это олеся который 23 года нет и пилис вот это оле таки бай ты ходячий мем печат если согласна еще здесь выкачать мы не давам низко но все временно короче у этой вот это я как я на которой 23 бля в шоке я уже еще у меня есть сестра аня та самая которая снималась в первом сезоне беременна в шестнадцать дочки ульянки полтора года наследственная живут в квартире которая досталась отца она воспитывает ульянку она целюха они разошлись илье бывшему парню анки 21 он учился на капитана дальнего плавания но сейчас работает грузчиком сначала у них все было хорошо а потом начали сажать из-за ревности ильи и три месяца назад поставили точку в их отношениях жалко я не хотела быть с этим человеком потому что он закрывает мое личное пространство проверяет мой постоянный телефон нет никакого доверия мы с ним разошлись он собрался и уехал все мы с ним вообще не общаемся за три месяца скинул мне полторы тысячи на ребенка я до ее воспитывают тяжело сейчас парню анти нет и она все время проводит с дочерью иногда выходит будет работать посудомойщицей в кафе и просит меня в это время посидеть с ульянкой санька мы общаемся классно как-то на одной волне что ли мы одинаковые у нас манера поведения мы делимся гуляем отдыхаем в отношениях у нас все замечательно а вот с мамой у меня отношения ну так себе детстве на меньше времени уделяла нам я не особо доверяю живем мы не на широкую ногу моей маме алене 43 и она посудомойщица в кафе а отчиму видите 31 работает охранником на лесозготовительном заводе зарабатывают копейки он либо загорал учитель либо на всю семью выходит 1025 дома я появляюсь редко потому что как только прихожу меня тут же заваливают глупыми вопросами чё как учу будучи нормально дальше у нас слишком не было козрают удачи куда там будет видно я же не могу сказать что будет завтра а дальше есть жизнь молодежь идет кроме телефонов интервета больше нафиг ничего не надо понимаешь волну олеся на я не было что я и я в шоке опроса просто села и и запилили или сказать что будет завтра шука кучу будучи нормально дальше что будешь делать удачи куда там будет видно я же не могу сказать что будет завтра а дальше есть жизнь молодежь идет им кроме телефонов интернета больше нафиг ничего не надо понимаешь но ты ты пиздец успешный видимо олеся на цель на жизнь профессии куда получить который тебе нужно который тебе будет ты будешь знать что ты будешь зарабатывать на этой профессии они просто бам-барабам по душе и учиться ну такая швец у кого зарабатывать зарабатывает а ты кто кто он я пропустил кто он капитан бля что он ему так водка нужно какая цель у отчего вити за пять лет существования его в нашей семье я так и не поняла приходит с работы прибудь охранника ссори 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 ну базара нет ложиться спать тоже мне учитель нашелся мамы хочу сидеть джинс у меня нет денег видай денег хочешь денег иди работай все ну короче он по ходу алкаш потому что что-то даже по речи он как будто постоянно в подхмели я пару фраз услышал не обессудьте бля и не работай бля там бля и иди нахуй работа и бля это нахуй мозгов нет я не банкома чё не доела наделась психичка тоже все какие-то психички у нее характер тоже не ягодка больше ну да уж она как на нее тоже такая же дерганая психованная прям выводит мы санька действительно похоже но не только внешностью и характером по сути я иду по ее стопам как весело 17 и я беременна как весело и крупно замечательный класс вот это класса мне пораз если бы мой папа валера был рядом я жила бы совсем по-другому они с мамой были вместе всего три года а когда разошлись папа все равно был в моей жизни и короче все дети сколько там 7 детей там все они от разных людей да получается то есть сколько там 2 от 1 2 2 1 3 работал дворник получал немного при этом всегда дарил подарки попал мне все что я захочу но пять лет назад когда он возвращался с работы его жестоко побили он умер в больнице так и не приходя в сознание сильно ему было всего пятьдесят три у леры у алиси у они у них один папа а леська не сюда гормон был бы пущу станут вспоминают данька вообще она даже говорит про него не может заплачет после смерти отца мне не хватало мужского внимания кто изобретен комплекс очень позвать у него кента бракет в стиле у него потом после бракетов и поэтому скулы появились охуеешь так что сиди на себя два месяца назад в моей жизни появился тот от кого я это внимание получила его зовут богдан ему 22 года с ним познакомились чисто случайно не они в кафешке когда я отдыхала санькой друзьями а он сидел за соседним столиком со своей компашкой сэром ссори ворево он сидел напротив меня когда я его увидел мне сразу понравился парень симпатичный мы друг на друга смотрели смотрели что у вас подошел мы все познакомились мне понравилось то что она низкорослая все такая пухленькая глаза голубые красиво богдан решил брать быка за рога и взял мой номер телефона на следующий день мы встретились он предложил встречаться но я согласилась я всегда комплексовала мало того что низко еще и пухленькая меня пухли называли мне раньше никто комплиментов не делал а богдан постоянно красивый еще чем быть мало того что богдан симпатичный так он еще и по общению прикольный какой-то оторванный что ли мы с ним общаемся на равных по-пацански скажем так можем послать друг друга по приколу и мне это нравится иногда он может мне подозрение дать я понимаю чуть по нему как будто кажется что он знаешь так дикий ропнер повершили образование как такового у богдана нет закончил только 9 классов но это не мешает ему круто зарабатывать он приемщик цветного металла день получает до 3000 рублей мне понравился что она такая пухленькая их 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 сахалок спасибо за девочку к так что-то не вот не знаю пиздец какой-то а у меня просто вопрос типа как был с при файра вот у нее сестра старшая выпуск беременно 16 попала пиздец там ну наверное как-то что-то можно может ложиться в голове как будто бы или что вообще никак то есть вообще не работает и на эти деньги покупают мне всякие подарки а еще помогает маме с которой они живут вдвоем в однокомнатной квартирке ее зовут светлана и 44 годы работает уборщицей в кондитерской и параллельно считает себя бодибилдером рабочий я человек я занимаюсь еще спортом со мной лучше дела не иметь и бозрачки и параллельно считает себя бодибилдером рабочий человек я занимаюсь еще спортом то что она меня с первого взгляда не взлюбила все расспрашивал моей семье и интересовалась, какие подарки мне дарит Богдан. Я считаю, что Богдан на Олесеньку тратит много денег. Он купил ей хорошую, дорогую косметику, тушку пил, что ни туши не было. Я считаю, что у Олеси большие потребности, потому что я считаю, что ей мама не додала. Ну а я считаю, что мама Богдана просто ревнует его деньги ко мне. Да и фиг с ней. А со своей семьей я Богдана не знакомила. Только старшая сестра Анька его знает. Мы даже часто зависаем вместе. Хоть Аньке и не нравится наше с Богданом пацанское общение, в наши отношения она не лезет. Он может ее пнуть, он может ее ударить. Дети. Мне вообще пофигу. Она сама выбрала себе такого парня. Единственное, что говорила мне Анька, будьте осторожны, чтобы детей не было. Но было уже поздно, ведь мы с Богданом никогда не предохранялись. И сейчас у меня задержка. Прежде чем заниматься этим всем, я как бы с ним разговаривала, а если я забеременею, он говорит, рожать будем. Но посмотрим, что он теперь скажет, когда это случилось. А выйди, я у тебя возле подъезда. Что случилось? У меня задержка. Ой, бля, сука. Ух ты, сахарок, это к специалисту. Нет. Почему? Не подумала. Сейчас поедем, будем тесты, сделаешь. Ну хорошо, давай. Богдан сказал, что по результатам теста на беременность будем уже говорить, что делать дальше. Я решила, что сделаю тест утром. В интернете читала, что его нужно делать натощать. Сейчас сказать, вот как будто самая печальная пара, которую я видел вообще из выпусков, который мы смотрели. Сейчас сказать, как по мне. Встаю утром, сделала тест, две полоски. Я отреагировала нормально, потому что я понимала, что он так и будет. Сразу же позвонила Богдану и рассказала новости. Тот четко сказал, рожаем. Я сперва мол, 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 да, ну, не, ну так можно мои стрельбы, конечно, да, периодически какие-то моменты. Ебать. Тот четко сказал, рожаем. Я сперва мол, 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 да, ну, а потом это... И если честно, я не удивлена, потому что знаю, как важна семья для Богдана. Семья, которой у него никогда не было. Когда ему было четыре года, его родители развелись и поделили детей. Богдан остался с мамой, а его старшего шестилетнего брата Андрея забрал с собой отец Женя. Муж мой захотел старшего ребенка. Так как он был похож на него, Богдан был похож на меня. этого я заберу богдана я стану нет советов никаких где мы жить быть без поляра нет 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 после развода родителей богдан со через время облину это того меня там хлеб на самом деле но мы братом не общался а жизнь с мамой у него не сложилось чтобы прокормить сына его мама днем работала уборщицей в банке а ночью посудомощицы в кафе времени на богдана у него работяга рос сам по себе в 10 лет связался с дурной компании начал курить и воровать а в школе дрался и хулиганин мама пыталась как-то на него повлиять но бесполезно я пошла к отцу и сказала женя как мне быть помогаем как мне этот ребенок не нужен я пишу отказную но мне тоже одной было тяжело я не могла с ним справиться я ему сказала что богдан коль ты маму не слушаешь тогда пойдешь в детский дом бля клянусь вот и как будто бы вот это муж и жена вот его мама и это муж поняли это ну как бы вообще пиздец он выглядит да сколько ему лет я в руки честно сказать то есть с этой девочкой он выглядит как будто бы там вообще какие-то уголовная хуйня то есть японии держи наложника там так вот это вот так вот у меня взгляд складывается так при живых родителях в 12 лет богдана позже на крысы и интересно не не об этом поначалу связь с мамой он не поддерживал не было контактов а через год она сама уже выше охуеть посмотреть и нет посмотреть на это если что ну вот в этот момент он чуть старше меня чуть-чуть совсем немножко с ним на связь и они начали общаться богдан тяжело переносил жизнь вдали от дома но старался не обижаться на родной мать специально она это сделал потому что мы приехала там не забрала может у нее время не было и самой надо было сначала ставишь топ от хуйни до самого края на роде решать и 5 октября на вошел дриша знаю очка всего не успела потому что черный сезон богдан сбежал с детдома и туда уже не вернулся потому что загремел в тюрьму пошел в кафешку усилим усилу бухалку летом тип начал много базарик пошли выйдем вышли у меня 1 раз ему щелкну еще и больше нет типа отъехал то было самое оборудовое типа умер что ли бля он человека убил за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья тяжкий вред здоровью опасного для жизни человека повлекшие по неосторожности смерть под охуеть терпевшего по части 4 статьи 111 уголовного кодекса российской федерации богдана посадили на 6 лет и 9 месяцев и вот только недавно он вышел из тюрьмы и начал снова жить с мамой в итоге как будто бы иногда и можно по обложке что-то сказать да складывается такое ощущение какие-то странные двери будут вообще как вот шутить и общаться с отцом правда очень-очень редко это по телефону нет желания учатся ты за того что они развились по его папе жени 44 живет деревне кандинг то у меня точно такая же история омске была кстати говоря почти не появляется потому что постоянно где-то на вахтах а старшего брата трея год назад посадили в тюрьму за угон автомобиля срок дали четыре года о своей судимости богдан рассказал мне сразу как мы начали встречаться меня это не спугнуло ведь я считаю любой имеет право на ошибки хочу сидевший человек ты не человек что точно такой же человек там короче тип старше нас нам было я не знаю сколько лет по четыре ой футы класс 4 был наверно и там тип старше нас из нашего двора заступился за девчон какой-то его начали мудохать сначала двое мудохали вот а потом подбежал 3 его там вообще ребра поломали все хуйня вот и короче отцы наши потом каких-то поймали кого-то не поймали вот тот тип которого не поймали по моему в тюрьме сидел и сидит или сидел или помню сидит повторно дел моя сестра анька знает я и все рассказываю и она первая из моей семьи узнала о моей беременности она с одной стороны понимает что такое ребенок потому что она сидела с моей ульяной но она это не признает то что она будет мамой и мой датчик и война . ты чем думала то низом своим или головой а сама за чем думала но у меня мужик был с мозгами посмотрите что он сделает мне богдан тоже с мозгами что ты имеешь против богдана ты потому что посмотри на него все руки и сколоты на лице сразу написано зэк я переживаю что богдан просто ее бросит блин если анька так реагирует что же скажет мама сестра я рассказывала что у меня есть парень но лично с богданом мама еще не знакома анька мне всю информацию сливала постоянно что он ее постоянно буцкает там разговаривать нормально никто не умеет ни она не он то есть у них все они на матах я у него спрашиваю есть мальчик говорил нет 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 нету маму кого она такая вруша я не знаю у нас никого таких нету вруш вот она вам приходила попробовала рассказать как там у нее дела в школе и чё и чё и вам еще рассказывать в этом спилили блять как сосну нахуй сегодня дюху моей мамы и исполняется 44 будем праздновать у нее дома семьей сестры не все пришли настя школе лерка и ксюша на парах я подумала что этот день отличный повод познакомить всех с богданом да и рассказать им о беременности я сказала маме что у нас будет еще один гость дня лучше нет от прям сейчас скажу что я беременна волнусь там вся семья сидит все-таки даже понравится надеюсь не в шортах надеть в шортах а здрасте мама это богдан богдан это тетя алена яны спасибо богдана ты чё это без подарка без слитой торопился растерялся ну на вид парень не парень ничего такого но он максимально социальный короче говоря он прям максимально социальный для него такая такое общество она для него максимально чуждо короче говоря нету на вкус и цветовая сидит рассказывай чем занимаешься по работе пункт цветных металлов а сколько тебе богдан ну богдан как-то мне не пришелся по душе какой-то он подозрительный а вот чему понравился прямо чё-то скрывают и правда я не могу объяснить мои устроили богдану допрос где живет очень лучшего друга нашел нахуй то его родители спрашивали про детство богдан рассказал все как есть и про детдом и про тюрьму и у них на двоих зубов как раз 32 будет я очень витя спокойно к этому отнеслись ведь богдан тогда был совсем еще ребенком единственное что они ему сказали что я еще маленькой для серьезных отношений и не такая уж и маленькая у нас богдан был уже серьезный а в положении она реально за столом сказал что она беременна леса смысла ты в положении подарок принесла марок подарок принесла спасибо без подарка да у нас есть чё решила рожать да а умное лицо такое сделала да кого-то мне это напоминает я просто я считаю это ненормальное возрасте беременна что просто человек просто и все но начал отучиться профессии спасибо спасибо нормальную работу чтобы дом был это все было не тракте бедок ноги раздавинулась и беременна не но он конечно блять что-то досказал верная давай с этим делом что-то решать пошли вести ее на борт это чё за дело опять надо что да да еще бы я спросила бы кого-то смысле счастье ученьки одену на голову ты не ржи а тигра не ебать угроза слышь ты долбоеб я тебя счет на голову одену нахуй понял шапка кепка блять чё хочешь его морожи вы прям чё страх потерял или чё или возрослел действительно вы чё думаете вы родите умнее станете голове то как было беременность извилин как бы не добавляет я вообще в шоке еще одену даже полезно что-либо говорить вообще плевать детей заводить можно хоть во сколько тебе сказала пойдем на борт решение я свое менять не буду и говорите что хотите но это тот случай когда просто то только вот аборт как бы ну этот чел у семью нахуй доведет всю семью имеется ввиду и вот эту девчонку и семью вот этой девчонки пиздец будет полный уголовник я сделал выбор я буду рожать не очень все мне в одну уху влетел в другую вылетела ну кайф да 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 красава вот ты красава молчишь молчишь ни при чем на умно может и нести ответственность да могу да понесу ответственность ладно может я пойду на работу надо как по голове хоть маленькой сам подумать своей головой хорошо сперва я сдерживался потом уже не до сдерживания было ну не хотел сидеть я просто ушел меня вообще вымораживает когда лезут мою жизнь и вслед с богданом я встала и ушла не хотела слушать этот бред про аборт написала богдану чтобы тот подождал меня на улице задрали уже меня семейку с головы до ну слушай ты никого выражать будешь да и все че че ты у меня все отобрал родишься будешь делать все что хочешь а пока ты мочишь моего ребенка не будешь курить и пить акуку грей папаша нашелся еще раз еще ну я всю жизнь пью энергетики и курю уже вот не под как бы блять что два сапога в парах это может навредить ребенку если в животе у такси куда в салонах еще ребенка то толком нет ты маме когда будешь говорить что беремене когда решу тогда и буду все иди свою общагу по кусту давай узнаешь что пьешь и куришь кого-то ухо отобью давай это типа вместо я тебя люблю лица ну как у тебя день прошел сына эти ухо отобью ну когда зарплаты у тебя будет давайте тоже конченной неделе сыночка плитку потолочную надо клеить я думала ты мне деньгами как бы поможешь зарплату получу помогу маме это хотел тебе сказать олеся беременна все пыли надо когда вообще успели как познакомились практически как ты ее хорошо знаешь чтоб с ней заводить детей ты у нее был дома с мамой знакомился знакомимся как она вообще себя выглядит дома у ней порядок непорядок пьющие непьющие непьющие порядок что за допрос вообще чем ты думал на чем ты вообще думал головой чем не жопы же я в шоке презервативы покупала и ложила в карман и говорила сыночка идешь на свиданку обязательно предохранясь мам я знаю не лечи меня ну ладно говорю иди доходился доходился ну что вы собираетесь делать жить и рожать воспитывать а где вы сыночка собираетесь жить мне интересно знать ты же видишь сколько здесь квадратов эти ухо там я сейчас блять переживаешь ребенок мы разберемся сыночка ну я все-таки бабушка этого ребенка доход дедушка счет лечишь я тебя помощи не прошу это ты сейчас не просишь а потом ты ко мне прибежишь самый первый ни разу не бегал тут забегу если ты так говоришь значит идите куда хотите там и живите пойду да разберусь сам решу свои проблемы на следующий день богдан привел меня к своей мамины разговоры то ругалась на нас бля ухажал еще ведь скоро появится маленький конкурент а начали пальцы заложки он так амина раз вот сюда смотрите сейчас говори то ругалась на нас еще бы ведь скоро появится маленький конкурент который будет претендовать на деньги ее сына но в конечном итоге тетя цвета сказала рожать так рожать мама ее посылала на датюхо да не надо блять а я сказала нет никакого аборта как это дитя это живое дитя это мой внук я не позволил две недели я провисела на телефоне то я написала по поводу аборт то мама звонила надоели прям ругалась материлась что то же самое что они будет что там возойдутся разбегутся естественно переживала он тоже кувалду по голове не вбьешь не никакую информацию хоть анька успокоилась просто написала мне делай что хочешь вот и делаю валяясь целыми днями в общаге пью свои энергетики на парах появляясь редко никому тут не говорю о своей беременности полиции вообще собираешься убираться график для кого висит леся чуть ли с тобой разговаривать собираешься убираться нет ну бля это роль играет вот эта актриса наху сидит или 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 спидерс а лишь не серьезно мы каждый раз внимательно график для кого висит час леся чуть ли с тобой разговаривать и собираешься убираться нет тенантом бросил а лишь на серьезно на каждый день убираемся график для чего висит возьмите так ухо отобью пойду не буду я угроз тогда съезжай отсюда чем-то на фигня пусть не переживают скоро я съеду я щас хочу взять академ потому что я беременна да и все равно я щас хочу взять академ потому что я беременна академ да и все равно богдан меня скоро заберет в общаге жить не придется для она как будто это все как шутку воспринимать то есть она вообще обо всем говорит с такой улыбочкой сегодня идем с богданом на узи заодно поговорю с ним о нашем будущем хотела у тебя спросить где мы жить будем возьмем ипотеку или снимать будем богдан мне уже скоро с общаги съезжать надо ну чё я поделаю группа дождать ну всего же сразу не бывает москва же не сразу строится надеюсь ждать мне долго не придется а то как-то не хочется оказаться беременная где-то на улице у вас один эмбриончик размеры эмбриона соответствует 12 неделям беременность развивается правильно скажите пожалуйста если у вас вредные привычки на курение как часто вы курите пачку и курение и для взрослого человека вредно и это приводит к тому что недостаток кислорода возникает у малыша поэтому безусловно лучше отказаться от этой привычки она еще энергетики пьет ну энергетики это не самый лучший напиток тем более для беременной женщины ваши напитки это вода зеленый чай морс компоты пользы в них в энергетиках никакой нет если врач говорит что повредит как-то ребенку я готова просить пить энергетики курить ради того чтобы ребенок родился здоровый после узи я размышляла о том как же буду теперь жить без энергетиков а вот богдан видимо думал совсем о другом я так подумаю давай поженимся нет почему давай сначала поживем гражданским браком а потом посмотрим хорошо прошло немного времени как мы с богданом вместе нужно подождать маленько да и вообще-то я сначала кольца потом предложение дин да ну а при этом не общается тяжело хлада бля как это пиздец это так как это какой-то пиздец это пытка какая-то сначала было обидно а потом я смеющее подножку с какого-то неприятно даже нет что люди про то рано еще как-то вообще максимально дискомфортно смотреть когда они в твоем месте и мы будем жить но тут есть коробка ночью коррекции на тебя не убедит да ладно вань целую в ухо спасибо сегодня у нас богданом праздник три месяца наших отношений он получил зарплату и решил сделать мне крутой подарок на телефон а вечером мы решили посидеть у него дома ну как дела у вас нормально мне богдан телефон подарил миллионер что ли богдан это же какие деньжища сынок у вас еще других затрат сейчас нет и маме надо помогать как будут надо коммунальные услуги оплатить а вы тут дорогие телефоны покупаете ну хотелось бы чтоб маленечко бы и мне помогал хотелось бы чтоб не ремонт сделать вот потолок от плитку поменять обои поклеить хотелось бы конечно ты думаешь алисе это хорошо что сын о маме не заботится очень может не подарок сделать почему мы должны на вас деньги тратить мама бывает одна я уже в том возрасте когда надо начинать заботиться о маме сына ты так не думаешь почему не думаю что ты мне-то эти телефоны не даришь я смотрю дорогие тебе-то он зачем телефон мне не нужен а коммуналку можно было бы и помочь оплатить а ты чего просила раз а ты догадаться сам не можешь мозгов не хватило не додумался зато мозги хватило купить дорогой телефон ревность у нее что ей ничего мне что-то что-то бля боже мой какая ревность ревность не в ревности дело на хуй прочно из носки долг тем более я от него ребенку что ты несешь и он не что-то подарить и я что глибать ему ребеночка подарила одному то есть мои затраты оба ребенке подумали а так полно право могу подарить он имеет полное право не подарить а я имею полное право ждать этот подарок если что сколько на него надо затрат надо коляску будет купить кроватку надо будет купить еще времени дофига он заработает мама давай все прекратили если чё-то не нравится давай мы просто уйдем до свидания поужинаем да Валерия спасибо меня дико бесит мама Богдана сначала спихнула его в детдом а теперь требует тебя все бесит фигушки ей вопрос учебы закрыт взяла академический отпуск на год и уже нужно валить с общаги но денег снять квартиру как бы нет зарплату Богдан спустил мне на телефон а следующую задерживаю я решила зайти к маме разведать обстановку вдруг смогу перекантоваться у нее пока у Богдана не появятся деньги но мама снова родится свое рано говорит тебе еще ребенка рожать тут правда у тебя мозгов вообще нет ты пойдешь потом не к нему понимаешь ты не пойдешь к его маме ты пойдешь к нам подумай продают своей башкой серьезно примут именно что не головой а башкой потом уже будет поздно чем не говорите мне все равно как об стенку горох и ты что прикалываешься что на самом деле только вот получилось но внутренний профессионист это толстки слева от вебки так делать и все ребенок дай Богу ничего не хочу да я пошла к тебе за поддержкой и какую поддержку я услышала я тебя не собираюсь поддерживать пока блин что же делать жильем не на вокзал же мне идти на следующий день я уже начала собирать вещи в общаге как мне позвонила Анька сказала что гуляет возле меня с ульянкой я вышла к ним ничего как у тебя дела ничего такое че такое надо с общаги съезжать с богданом как вот нам идти с ним некуда сегодня к маме к его идти бесполезно меня раздражает как не тому кто а богдан что не снимет жилье вам мне на что его снимать ой понятно все давай тогда ко мне а чё делать с богданом с богданом конечно поживешь не путь спасибо тебе аль олеся я позвала к себе жить потому что так я живу одна сейчас хоть какая-то помощь будет от неё вот это мне конечно подфартило я поговорила с богданом он не против пожить у анти и уже на следующий день мы с вещами были у нее дома так спать не будем где ты нас положишь на пол одеяло постелишь и ляжете может мы еще в туалете ляжем нет давай я тебя на диван положу а сама на пол лягу с ребенком да ладно я шучу спасибо раздевайся а чё раздевайся только я могу не говорить раздевайся ну чё это уже наговорила спасибо сказать не хочешь пожалуйста иди чайник ставьте таишь самой ножки не ходят нет не ходят после того как я переехала каньки она взяла меня в оборот уходит гулять потом неприятно этот царлам а я сижу с ее дочкой ульяной еще и богдан вечно на работе пропадает я потому что одна дома мне тоже с ребенком скучно с ребенком не поговоришь маленький мне тоже хотелось бы с кем-то поговорить она гулять еще куда-нибудь единственный кайф от жизни уаньки это то что я живу вместе с богданом кайф прямо кайф уаньки мне живется не сладко мы стали часто ругаться а все потому что я таскаю ее вещи но мне-то чё если лежит что-то без дела почему бы мне не взять постоянно что-то воровала одевала мои вещи на нее начинаешь ругаться а лезь не трогай это моё мои личные вещи не надо их трогать хи 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 я просто посмотрела хи 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 леся слышишь меня где прозервативы не знаю смысле не знаю они лежали там на полке ты меня слышишь стань что ты ко мне прокопалась я ими не пользуюсь да ты чё где сумка твоя ну дай мне от наебать а это чё это чё пошла вон отсюда прости сегодня ты презервативы берешь завтра ты у меня деньги возьмешь давай да извиняю нет вон пошла больше чтобы твоей ноги здесь не было и богдановской тоже я не знаю зачем я взяла эти презервативы они просто лежали рядом с карандашом для глаз подумала вдруг когда-то пригодятся ну а теперь я и без презервативов и без крыши над головой я рассказала богдану все он позвонил своему другу и тот на недельку нас приютил а я такая злая была на аньку что когда на улице случайно встретила нашего знакомого сказала ему что анька ведет себя как непонятно кто и лучше бы не выгоняла меня а сказала бы спасибо что я сидела с ее дочкой пока она где-то шлялась мне позвонил какой-то происходит надо встретиться надеюсь попустилась маленькой пустит нас обратно к себе мне знакомый говорит что олеся про меня там ходит бить всякую чепуху что я ей подошла ну да и блять как сестра что здесь происходит я не понимаю ёбаный в рот это пиздец какой-то это не трешак даже это блять это антиутопия это просто только это самый хуёвый пиздец который может быть 7 человек все от разных детей это девчонка забеременела от сека который недавно вышел с тюрьмы что там что там о родителях вообще никакой речь родители никакого контроля не имеют ни там ни там ребенком это пиздец я же беременна посмотрите меня не глядя да я не права что обозвала и вот такие отношения у них там блять семьи охуены вы бля это просто вообще пиздец но разве это повод так со мной поступать просто мама вообще баху и сам мамы с их их мамы конечно вообще обидно обидно то что анька знает как это когда старшая сестра тебя лупит янка с ней поступала также и несмотря на это они делают то же самое со мной мы долго выясняли с они отношения и я решила извиниться ой пусти пожалуйста не хотела лугаться с тобой она жила в моем доме я ее кормила я ее одевала и она при этом как пресса я пожаловалась своим сестрам лере и я не написала о том что случилось хотела поддержку получить а мама написала что сама виновата я на вообще отморозила ваше я не лезу ни в какие вы к ней разборки не стою ни на чью сторону разбирается сами все нам пустят устами вчера побила лесу да да что это такое то что они руки распустила ну значит не просто так если алиса не умеет за болтушкой следить пускай отвечает привет пришла еще раз ты тронешь одессу больше мне дело со мной а леся моя двойняшка и что давай сейчас я начну тебя давай так же как ты мне лечь прекращайте уже ругаться ну потому что мама так тоже не делаю ну все поговорили поговорили давай сейчас доведете до такой степени что действительно никто волос у нее есть мужик а куда она понесет кому она рожает вообще мне извините мне не надо я уже вот так наелась я прям в дверь не запущу скажу отсюда вместе своими мама она же все равно одна дочка как-то это может я буду воспитывать вас всю жизнь еще и ваших детей что ли выйди вообще на ты тут ни при чем написала мне что мама меня на порог не пустит и это фигово потому что от друзей богдана нам надо уже съезжать еще на днях богдан ушел с работы пункт приема цветных металлов закрылся и зарплату ему не выплатили пришлось нам продать телефон который мне подарил богдан чтобы прожить хотя бы недельку пишет нам сейчас негде я ему на мозг накапал он позвонил маме алло сыночка привет можно у тебя поживем солисть а что деточка случилось приедем расскажу хорошо конечно не хотелось ехать кто цвете но и выхода нет приехав к ней домой нам пришлось ей все рассказать что мы без денег нас выгнала из дома моя старшая сестра и что мы с ней подрались я в таком шоке да как это так она беременна на четвертом месяце это что у человека с головой значит не все в порядке я так думаю не все в порядке у человека с головой я даже не ожидала но мама богдана сказала что никто не имеет права трогать меня тем более что я выношу ее внука она тут же потребовал адрес моей мамы сказала что хочет с ней поговорить и это будет их первое знакомство в перчатках блядь здравствуйте а очень приятно а что происходит зачем руки распускаем кто дерется вы не знаете кто дерется ваша дочь а ну и они сестра нужны со мной нельзя так неужели вы не интересуетесь вашими дитями я что спрашиваю сегодня дрались я женщина как дела я не пьющая я не курящая рабочий человек да да для вся такая заходится такая с каким-то негативом я даже как-то и не стояк тебе только с позитивом вот зашел голос и не расстроилась то что вот она пришла мне давать идет претензии меня абсолютно ровно посторонний человек для меня ну я хочу просто разобраться как вы дозволили ваша дочь поднимала на беременную было бы я рядом этого бы не случилось поверьте ну как можно бить да так ты сказала было что по животу они сестры то их не проблемы сами мама так нельзя значит заслужила за свой язык но это гопнется просто бля это самая заядлая гопнется на колу пуска отвечать за свои слова как взрослеет уже мой боже мой боже моя дочь и я сама решу что вы будете я и убью или чё это не даже если я ее буду бить и ни слова не имеешь права сказать понимаешь да ничего это полный права нет пожалуйста я за снаху буду бороться да ты чё какая она тебе снаха где написано будь моей славы твоему богдану не нужна вот поверь а нам будь мне нужна а будь с тобой жить натуре бред ну упали на мою голову но я буду разруливать у меня сейчас такая позиция не дай боже олеся приедет к своей маме или к сестре к старше и не дай боже хоть один волосок с ее головы упадет я за себя не вручаюсь я женщина сильная я штангист не был до семей для тоже волосы которые я не знаю почему это и выпуск не хард это как бы это просто полный там есть на голове с ней еще у них есть и вытащу гортань понятно спасибо это все гтп кто не знал просто ну конечно мне обидно что левая женщина заступается за меня а моей маме плевать еще это ссора санька и глупо как получилось да и после драки что-то живот прихватывает алиса что ты лежишь мне не буду не надо помогать что ли полы бы хотя бы подмела бы не живота колец давай скорую вызову с этим не шутят тетя свет позвонила в больницу и уже через двадцать минут врач был у нее дома беременность первая до данного момента подобные случаи были чтобы живот болит нет он у меня не болит он у меня колет а связи с чем это связано может быть какая-то хирургическая патология может быть патология беременности собрать тишину полностью сейчас буду трогать где будет больно скажите и вот тут и больно здесь и тут боль больнее где усердить а кто может хочет значит или госпитализируйте да да конечно мне стрёмно вдруг они во время драки как-то навредила ребенку меня увезли в больнице нож похудешь по чуду мужиков лика самый дубатный всех это сомнительно ну блин там осмотрели сказали что угроза выкидыша и положили на сохранение только пришла что происходит кучата черелор тут как обычно причина того что в больнице нервы еще врачи сказали что могли сказаться мои сигареты и энергетики в начале беременности моя мама когда узнала о случившемся сразу приехала вместе с яны и навещали меня уже пару раз а анька не только наяривает мне постоянно и просит прощения отвали я из тебя в больнице лежу короче не хочу с тобой разговаривать да но я не хочу чтобы она звонит дурная что люблю это аня наху пиздец вообще прошло мне не хочу я с ним просто общаться еще не знаю может помиримся когда-нибудь но не сейчас сейчас я думаю только о ребенке и сегодня ко мне в больницу приехал богдан вместе со своей мамой чтобы мы сходили на узи удобно вам лежать удобно холодный гель сейчас мы померим голову сердечко как замечательно бьется сердечко у вашего сердечко у нас здорово это да девочки или мальчик сейчас мы все посмотрим кто у вас у вас мальчик как увидеть девочка или мальчик вообще хуй знает первый пацан моей большой семье круто я очень рада я был уверен что не родится у нас все пальчики у нас все пальчики на ножках на ручках да видите носик вас курносик ребеночек сформирован правильно а очень там пальцы соседности в один там больше не будет один только да да периодически он это делал и только что увидел и видите дальше здесь не тряси да я не могу не слышно смотреть как он палец сосед не тоже замечательно мы сразу решили что он свой палец или чё то имя малышу придумаем ближе к родам своим я написала что у меня будет сын через неделю меня выписали из больницы угрозы для нет б ну мало ли может там хуйня какая разобраться может моего малыша больше нет и я поехала домой к богдану цвет сказала что раз уже знаем пол ребенка то пора бы готовиться к его рождению но день он просто у меня все пацаны там денег у богдана пока нет на работу как и не устроился если раньше он финансово помогал своей маме то теперь помогает она нам работу ищет найти не может ничего у меня не смущает за нарядом и ладно но тетя свет сказала что так дело не пойдет и что уже нужно что-то покупать ребенку сказала что на днях обсудить прическа нормально появился а ты с ней виделась уже да она приходил ругалась что-то манялись обижай так разборки вы сами разберутся немаленькие же на я тоже насти чем привет как дела ничего нормально хотела о чем дачи что ли конечно мне как бы накладно одной покупать все вещи там как бы хотела чтобы тоже бы какой-нибудь участие принимали бы в этом ален давай поделим я допустим коляску покупаю не коляску же у нас анкина и рована у нас коляска стоит нулевая нет что-то конечно я помогу но буквально все я не собираюсь мне это не надо у меня у самой еще маленькая есть ну хочет пускай ради бога но есть деньги значит хра лучше зарабатывать чем я у меня кроме этой и еще их сколько кучу ну что за понятие блядь на юбану тянутся ты вот посмотрел прямо на себя все взвали разговаривать своим сыном он же все таки мужики ну просто они да они уже взрослые до или завести ребенка пусть отвечают сами за это у вас свое мнение у меня свое мнение я думаю мы к одному не придем почему позвонишь поближе к родам еще встретимся поговорим ухар все ну ладно давай доставка пока блин мощи прямо я не могу на пускай все сама вывозит неинтересно и вообще за последние недели у меня капец как вы развивали то нифига не было а тут на тебе пузо что аж ноги еле вижу наверное из-за того что у меня роста всего метр пятьдесят пять и на фоне этого живот кажется просто огромным с таким животом конечно неудобно после того как я привыкла жить спать на животе на животе не поспишь и изжога мама богдана у нас все путем она меня не пилит не выносит мозги и мне даже хочется иногда лишний раз поубирать в квартире или при этом тик токи записывать было что я ее маленько воспитываю но не без того бывает они такое что раз заматериться я только может как подергивались а не забывай здесь я но она не обижается на меня она наоборот ой извините я тоже начинал с этого когда-то я стараюсь прислушиваться к тете свете потому что живем мы за ее счет богдан постоянно искал работу но все попусту и мне сейчас даже стыдно перед его мамой что я когда-то думала о ней плохо сейчас вот всю семью олесе богдана тяну только одна я при моей зарплате 15000 очень тяжело очень тяжело богдан говорит что не может ничего найти из-за своей судимости получат спасибо что все написали как у вас рост спасибо спасибо д3 фолик спасибо даке к век пикс и флаверинка спасибо все больше реально спасибо спасибо с каждым днем отношения стетит свет и все лучше и лучше мы много времени проводим хорошего всего даже поставить меня готовить что-нибудь интересное давай режь так давай а вот с богданом у нас что попало бесит что он так и не устрою час силы у которых клавиатура в которых они тут чисто хуярят 1 видят ждут по какая-то цифра и таких на что значит 154 что значит 190 сидят на работу вместо этого зависать своем телефоне чё ты переписываешься телефон заглядываешь нормально нормально меня снимали валий сейчас ты сам свалишь ладно все хватит чат вообще меня начало бесить еще и наше с ним общение если раньше пацанские базары всякие толкание были по приколу то сейчас как бы я уже животом и мне это не нравится решила пожаловаться тетя свете она позвала назван разговор богдана я хочу с тобой серьезно поговорить зачем ты ее трогаешь если даже на тебя провоцирует зачем ты убьешь словесно сказать нельзя никак леща и в ухо зачем ты для чего ты это делаешь чё что чё чё я себе а ее ударил она бы в коме сейчас лежал она беременна это твоя девушка еще раз я услышу что ты бьешь или даешь леща я ты сама лично выдерну ноги и руки не достанешь достану короткая сильно ничего карлик но на себя посмотри то я бессовестный да ладно да не ладно он в своем мире живет блин вообще плохо абсолютно чисто он чисто вы поняли последнее слово из диалога проецирует как тогда поняли прогоняй через голову такой а ты цветы ладно прохладно сидит а в уходе его соседству если у нас рука ладони когда не было еще я вижу как она ждет появление внуков потому что она получила зарплату и сразу посередине в магазин детских вещей вот это вот можно взять розовую ты надо хочу мама-то твоя собираешься что-либо покупать все она не интересуется не помогает ничего ну как пишет как дела только всем надо же делать а не писать весь она не хочет я еще заставлять буду что олеся не хочет общаться на лесу не отвечает мне на эсэмэски назвать что ты хотела на как замкнулась все она перестала звонить перестала писать чё по дикции мужик я и сколько раз звала в гости приехать пусть на всякие отмазки там ищут чтобы лишь бы не ехать пусть обиделась на что обиделся понять него гамму ёбаный в рот обиделся что не так с вами не так с вами на что она понять не может если не заметишь ухо от обе заметил все молодцы отправляли и за драку с антой хочет мама помочь пускай но просить о помощи я не стану не хочу я с ним просто общаться еще я уже от выкладки цвет промежуток хоть мне и нравится жить с мамой богдана но я понимаю когда родится ребенок в одной комнате нам точно будет тесно пора уже валить как мне так уж иван был когда-то свою семью по моему да 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 ебать вот счет там где у них кролик сид стояла ваза которая разбил с другом когда играли футбол и я сказал что это кошка и потом через несколько лет вам сказал да я знаю что это выглядит а чё здесь не нравится я такой блин а я думал все так как я думал ну как бы вдвоем ну-ка тут все есть ну и чё а у нас семья ребенок стоит мамка под боком и чё всю жизнь мама под боком мама под юбкой ну нет не всю жизнь либо ты сейчас что-то делаешь либо я не знаю что ты хочешь жилье личную белье вообще у бандана есть один вариант жилья трехкомнатный дом в деревне колтай за 28 километров от томска который принадлежит его отцу но богдан тоже имеет на него право как сын сейчас там живут квартиранты раньше я не поднимал этот вопрос о переезде туда так как знаю что богдан не особо хорошо общаться с отцом постараюсь вам спасибо время пришло у твоего же батя квартиры есть еще ничего позвонить спроси пусть в квартирантов выгоняют да позвони узнай а как с таким человеком общаться но он же с ним же очень не вариант общаться то есть если бы это пацан с ним общался какой-то он бы ну тут бля буквально каждый раз драка было у него скорее друзей нет я полагаю потому что они умеют это делать дружить общаться просто целом богдан хоть и нехотя но все же позвонил отцу рассказал ему обо мне что я беременна и рожать скоро в общем отец не против чтобы мы заехали в этот дом сам поговорил с квартирантами и тем выселились правда богдану с мамой потребовалось еще недели чтобы привести дом в порядок после квартирантов такое оставили грязь слив не работает воды почему-то нету печка полуразрушенная батарея были не поймешь какого цвета обои все подерганные такую грязь оставили такую грязь я отдала деньги привели воду и купили вы знаете представьте на секунду да вот типа что вы вот это проживаете то есть как бы не на чем-то из их месте а просто вот вы видите в реальности то что чел вот так вот лежит на диване там его девчонка беременна 16-летняя тоже лежит на диване и там вот тут стоишь посередине комнаты и вот смотришь на это и потом слышь дверь открываться чик-чик заходит мама дам привет привет этот телефоне это молчит с грустным лицом мама идет там быть посуду готовить что-то такое бля пиздец вообще мы с богданом переехали в деревню и обустраиваемся в новом доме в ухо ебануть могут поначалу я переживала за бытовуху с ним ведь никогда вдвоем не жила с парнем но на деле все оказалось вообще супер вот стоишь стоишь смотришь пока еду и потом бац муха прилетает справа блять теперь больше не надо так жарко слышишь не подкладывай можно пару подкинуть тут прогорится зато бишь по новой по дому делаем все вместе она моет посуду ему и пол она варит кушать и калюдрова мы живем нормально по своей семье я рассказала что живу теперь тут мама злилась типа что я тут буду делать когда ребенок родится и до больницы далеко а потом сказала живи как хочешь ну и ладно как по мне в деревне все хорошо кроме одного работы ее тут просто нет я пилю богдана чтобы тот хоть куда-нибудь устроился но безрезультатно и по старинке мы с богданом сидим на шее у его мамы на работу ищу но найти не могу трудностями ехать из деревни в город денег нет как я буду пешком ходить не пойду далеко как ты с подлоги всегда смотрит знаете вот как-то вот так если бы не тет цвет у меня так не получилось видите понимаете проблему почему да я уже не вижу нахуй мы бы наверное померли с голоду она приезжает раз в неделю привозит продукты и оставляет нам немного денег здрасте моя хорошая ну как ты себя чувствуешь как беременность протекает все это на маму ой мама вам гостинцы накупила купила я вам колбаску помидорки собственном соку подожди сыночка что-то мать ага вот варенье хлебушка комбот не поселила уже привести потому что руки были заняты компот как бы тяжело она беременна я все это надо а с олесь с той стороны ничего не звонят не спрашивают как она чем она там дышит чем она там питается и их это не интересует вообще никак просто забыли про нее со своей семьей я не виделась уже несколько месяцев и почти не общаюсь да им совсем не до меня сейчас они прессуют леру на 3 раза стиля надрезать и а у сакси ловер а для малер нам нужен смайлик на раз два три понял на алис раз два три мою сестру двойняшку тоже за двойняшка лерка несколько лет мутила с парнем сережей он живет в селе бачкар томской области по профессии дальнобойщик но вот лерка и домутилась когда мы знали что воскресенье беременна вообще фигель и говорю делать не говорите мне что я понял что я прослушал да им совсем не до меня сейчас они прессуют леру мою сестру двойняшку смайлик не за какой-нибудь с алисом раз два три смотрел такой вот такой делай такой раз два три это 4 раз два три он такой смайлик сделай пожалуйста чтобы на раздать их у ели ведь то тоже забеременела лерка несколько лет мутила с парнем сережей он живет в селе бачкар томской области по профессии дальнобойщик но вот лерка и домутилась когда мы знали что воскресенье беременна там если все переедут к вами жить к вот этого который себя в детей там муравейник будет были варить делай аборт зачем тебе это надо она решила работать ты решил уже точно дать нам ты какались на молодцы прям сестренки вот он кто-кто вот этот вообще баху и он наверное у себя на охранном пункте людей меньше виде чем у него рождается в семье бля каждый каждый год парень мой он хотел этого ребенка если бы я взялась первая баба я не знаю я уже дела были нет я побоялась то что больше не рожу ну смотри потом придешь ко мне тут прям знаешь что так будет не будет у меня все хорошо не лезть я вообще думала что она как будто умнее алиси в войну выпуск но мне кажется это навряд ли будет лерка как и я взяла в колледже академический отпуск на год и планирует жить со своим парнем тройной мама в конце выпуска планирует тоже газу дать привет спасибо чем ближе к родам тем больше живот ходить тяжело устаю но все равно пытаюсь гулять на свежем воздухе мы с богданом иногда выезжаем в томск к его маме в гости да и просто провести время вне дома я люблю томск я тут подумал или же на этом выйдешь за меня выйду а ты какую свадьбу хочешь по мне можно просто расписаться да уча обвенчаемся понимаешь что это серьезно я тебя люблю и на все готова лезть ну ладно для меня и нормальная свадьба исходить церковь и обвинчаться потому что не часы это будет самый крепкий брак то есть нерушимый по сути мы будем мужчина уже конкретный мы решили что распишемся на первый раз в виде как они целуются думаю что богдан будет хорошим мужем вот бы еще и работу нашел было бы вообще супер а то ребенок скоро появится и столько всего нужно пока помогать тетя цвета она дала денег мы купили кроватку и комодик обидно что какая-то тетенька помогает твоя мать она никак если она помощь предложит свою то я не откажу все так сама просить не ночью человек уже и уютно как будто бы там в комнате в которой главное в тишине и спокойствии ждать появления сына но тут позвонила моя двойняшка лерка попросилась приехали в гости сказала что дело срочное ума не приложу что случилось здесь можно мемчу этого своего не живешь ну меня из общаги выгнали а он на работе мне одно страшно как ты с ребенком будешь страшно тоже будет тебе да я к маме приеду в гости и где-то спать там будешь ты заколебала можно у тебя пожить или нет богдан поживет нет да пусть живешь леркин сережа сейчас уехал в другую область на работу но что поделать раз ей так страшно одной у него дома не выгоню же на улицу беременную сестру как дела анька со мной пусть живет новый смайлик серьезно с элисом раз-два-три новый смайлик а как обновить нифига себе бля как обновить у меня 0 это обновить кэш страниц нет сука не обновляется как посмотреть-то но ведь ладно надо минут пять подождать я тоже не вижу я тоже не вижу сука он беда ты сейчас скажите души так как я со своими почти не общаюсь то лерка мне рассказала последние новости месяц назад анька помирилась со своим бывшим парнем ильей и сейчас живут у нее в квартире да я хочу с ним будет я хочу с ним жить ну это может короче у этой в лесе двойняшкой и сестра забеременела им тоже переехала жить к ней богдану были которые живут теперь вдвоем а это которая была в другом выпуске беременную штат самом первом первом сезоне разошлась начало со своим начали пуска теперь сошлась за эти три года почувствовал мы с леркой договорились что раз она будет с нами то будет и убираться и иду со мной готовить сейчас таким пузом не любая помощь не помешает за эти две недели я уже сто раз пожалела что приютила у себя лерку почему из нее помощница как из меня балерина и и просишь посуду помыть она начинает давать он договор сразу они приходишь помогаешь кушать готовишь он в чате ссылка кто не видит раз-два-три смайлика я надо установить если вы в компакте жила бы она улани она видно будет с маленьким который исправила она бы и сразу тут попробую они сказать что ладно все хватит хочет я же не вижу все таки и у вас в чате тоже отображается разу три как как этот недолго вы смеяться собираетесь помочь мне приготовить похавать не хочешь чё там две сосиски тебе почистить хоть эти две сосиски почистить знаешь чё я чё вам здесь лужанка или чё вспомните чё вы сидите хохочете а я жать в лере меня бесит все и ее поведение голоса и и когда она рядом она меня раздражает устала пошла еще драка будет и сама пойду до давай свалили уже отсюда хихиха хан и две бабы в доме сейчас думаю какого будет всем детям чимом это снимается с не выпускают постановить только их ссоры именно идет очень такой и пизыки мелкие тоже постановите все все чат хватит 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 он любите чайку сумму есть маленький чай все и хватит можно я с вами буду спать в комнате одет спать то бы здесь одна кровать ну вам выпустили мне поселить хочешь у меня была своя комната сидим смотрим сейчас у меня страшно спать и я пошла к богдану колесе и чё это я тут буду спать нет мы там страшно не плевать собралась пошла пойду собралась и пошла пойду я чё жалко на полу поспалю тебе ясно нет собралась пошла не пойду чат у них как будто поняли какой-то общий защитный механизм они все абсолютно с улыбкой либо они настолько глупенькие что вообще не примечу происходит либо они вообще просто все с улыбкой вот этого что вот это девчонка что вот это двойняшки эти собралась и пошла да за что мне такие сестры одна выгнала вторая довела чтобы ее выгнали в общем лерка собрала свое шматье и свалила из нашего дома но мне уже было не до сна начал тянуть живот я не знаю что делать и испугалась к маме богдана не дозвонилась и решила набрать сестру яну богдан вызвал скорую довез меня в больнице и уехал обратно в деревню а меня повели на узи оказалось боли внизу живота просто из-за того что малыш двигается но кое-что все равно не так чё олеся ребеночек лежит вниз попа это называется тазовое продлежание если доношенному сроку ребеночек не повернется вниз головой будет сделано кесарево сечение при тазовом продлежание это безопасный нетравматичный способ рождения ребеночка на это больно а кесарево сечение делается под обезболиванием ничего чувствовать не будешь ребенку не созданут да ребеночек будь всегда с тобой олеся немножко придется полежать в стационаре около недельки тебя доктора будут наблюдать будет обследование посмотрим как лежит малыш и примем решение когда и как ты будешь рожать хорошо хорошо кто в тачатин написал так поверните но это так не смешно но нормально в больнице мне не нравится тут совсем нефиг делать хорошо что богдан с мамой приезжают раз в несколько дней а моей мамы не было но янка рассказала ей где я и мама написала что ничего удивительного в этом нет раз я не пойми где жила его демон тарника голодала алло доча здравствуй мой хороший чё как дела у вас да вот потихоньку помаленьку ну ты-то хоть как скучно здесь дома хочу не общалась не вообще никак не приезжала ни звука не духу но зато вот такой вердик она вынесла привет привет чай будешь цвет сейчас я разделусь дыхать но шапка на пампе час сказать на блесе двигается мама этой ну пацана поговорить выяснить только что они впругало живут а вот ты хоть раз позвонила мне вообще какие-то претензии ты приезжаешь а вот так чтобы позвонить и сказать алёна там давай соберемся вместе поедем съездим когда у тебя выходной чего мозгов то не хватило на башку жмя были ребята то что такое отношение она меня даже не зовет вообще никак то есть понимаешь как будто бы меня нету ни разу к дитям не приехала пообещала купить вещи там кроватку коляску я обещала коляска стоит до сих пор мне важно чтобы олеся позвонила и попросил скалман там мне надо столик там мам не надо коляску мне вот это вот чтобы мама приходила тут претензии непосторонне понятно что за человек очень мне не надо я хочу услышать лично от ребенка ты знала что у меня все есть так я же от вас не дождалась пришлось мне купить это самое хуёвый человек вообще просто что у него мужик не русские для ищет работу нравится тебе чем-то ради бога я не против такое чувство что он сидит на этом углу квартиры нахуй там там и срет и ест и спит как бы все с кайфом постоянно с кружкой это все она больше но не двигается бездвижный каких снов еще будет не поверить моя дочь я хотела давай посмотрим я думал неадекватно ну каждый человек разный может что-то где-то поэтому они с алисиной не сошлись что одно не хватает у 2 заметок взрослая женщина ведет поэтому они вот а еще у тебя дочь когда ноги раздвигают а ты 7 детей так но все осознанно осознанный выбор все правильно было всегда это моя дочь и бать не могу на нее смотреть вообще за время пока я лежу в больнице ребенок так и не перевернулся вниз головой и мне назначили дату когда сделают кесарево сечение операцию проведут через неделю пока меня выписали домой указки запасли и неделю беременности живот достиг уже каких-то нереальных размеров не то что хоть это называется вентиляция короче говоря поняли если что все продувает все дышит тело дышит поворачиваться уже сложно богдан моя главная поддержка и упор он и полы помоется посуду иногда помоет одесса помогает будься богдан мне пьет все бы хорошо но один нерешенный вопрос у нас богданом остался имя для нашего сына пора бы определяться мужа старшины знающий ваня может клей о точно не глеб до 3 сашей гордин него просилить дипа в образе вижу я чувствую а я вижу я поняла что богдану нравится имя егор да и мне в принципе тоже будет у нас егор богданович и уже завтра он появится на свет так как по плану у меня операция кесарева полной боевой готовности нас лет не понимаю них как бы общение показали то что сказали сказали то что у них общение типа тяжелая как бы и показали один раз как он там и шапалах дал что-то еще такое там пообщались остальное все время которые они были вместе они как будто бы такие ну свойски но такие как сказать нейтральные абсолютно таки что-то сидят туда-сюда ты моет там посуду готовит что-то там сидит телефон никого не трогать крючки нейтральный писишки поняли следующий день мы с богданом поехали в роддом как будто бы и ничего страшного а ебать умиротворенный да да врач меня осмотрела и я подписала согласие на операцию богдан уехал домой а меня увезли в операционную никаких схваток нет ничего не болит чувствую лишь страх от непонимания что меня ждет и как пройдет кесарева ой там такая иголка ровно страшно мне поставили анестезию тело занемело и все как в тумане не верится что буквально через несколько минут я стану мамой пока ничего для т.г. нету а хоть физически я ничего не ощущаю но услышав крик ребенка поняла самое страшное позади и у меня начинается новая жизнь ребят ой 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 в городе он боялись проводом достали его меня вообще все в глазах одного с проводом достали короче говоря ничего не понимала ну я ничего еще не осознавала скажите почему они синие почему они синие т.г. т.г. ребята срочно модераторы надо посмотреть телеграмм срочно 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 пока одни врачи занимались моим сыном другие накладывали мне швы после кесарева а затем меня вместе с малышом отвезли в 1 10 миллиард рублей при переселяет мы модератор здесь еще к ним вопроса просто только мочи это просто твои он когда тебя просто отправляли на аборт слава богу я не послушал их через меня пока я не могу в себя сфотографировала сына и отправила богдану а вот сюда перекину я столько санькиной дочкой сидела знаю что к чему а что тут еще будет на 10 выпуска надеюсь ниже сяк 11 1250 скрой экран о пасе вы большое идут милую бацу ну да купаться куб когда купаемся камера всегда на писюн спасибо не захотела никого видеть я позвонила богдану богдановской маме ну и все мне дали в руки конверт с ребенком то в конверте плюс то еще я мама богдановская не смогла прийти не отпустили с работы мой богдан пришел один после выписки мы поехали сразу в деревню а вы думаете приносит нихуя конвертах знакомить егора с новым домом я у нее спрашивала когда с трудом выписывают ее она мне пишет меня уже выписали я пишу а ты почему ничего не сказала на в ответ тишина подряд короче ну всем говорил чтобы так и так и так еще 12 все обиделись за это так чувствую себя намного лучше но живут все равно болит швы до конца не зажим до ребенка мне легче богдан рядом и помогает во всем отлично а и а как это странно мне нравится с ним гулять сидеть переодевать одевать таскать подтирать за ним хорошо живем втроем все четко кроме нас богданом малыша вживую еще никто не видел тетя света должна заехать на днях а своим я просто скидывала фотки они в ответ все писали что обижаются что не позвала их на выписку а я просто отшучиваюсь не хочу сейчас выяснять отношения я не удивительно что человеку не съебал удивительно кстати говоря удивительно что вообще не было ни одного повода даже как бы абсолютно ни одного что это за выходка была скорее всего там либо богдан что-то и там сказал что во всех выпусках сколько вы смотрели там всегда был какой-то минут 10 когда чему думают расходиться не расходиться здесь вообще ничего не нужно еще что-либо либо мама богдановская потому что там она правильно кто-то напоминут на походу всем чё движется я с ней разговаривал по видео звонком и чё она говорит почему она на улицу не призвала ей каждые пять минут говорили то вы не выпишут и в концовке типа вы бы не успели доехать и все богдан запретить нет мама богдановская мама богдановская имени не делал его служит порог станет со своим этим ко мне придет эти сты эти сидят и обсасывают кости им бля какие же черти сука и я с ней разговаривал по видео звонку и чё она говорит почему она на улицу не призвала ей каждый пять минут им костра не хватает посередине между ними всеми говорили то вы не выпишут но будет сразу и в концовке типа вы бы не успели доехать и богдан запретить нет мама богдановская но мне кажется сто процентов она это мозгов нет он придет на порог станет со своим этим ко мне придет куда пойдет просто я вообще в шоке вот серьезно на какой-то она там все пускай пускай надолго просто ли да если олеся не хочет со мной общаться не хочет чтобы я видела внука мне кажется все-таки их не семейка хорошо капает на лесу прям влияет человеку дать дело не в том что они капают в дело в том что ты такая нихуя абсолютно не делаешь абсолютно тебя надо умолять чтобы ты что-то сделала 1118 хорошо я бегать за ней не буду меня не зовут а поездит помогает зато потом скажет что ничего ну не позвали не позвали значит я поеду сама к ним деревню да а что-то в роддом ты не решила сама не при к своей дочке дни рот уже решила сама не приехать блять когда она лежала нахуй с проблемами в животе и надо было позвонить тебя поумолять мама написала что хочет приехать но я ответила что давай как-то попозже тем более сейчас я жду в гости мама богдана мама гостинца привезла то пеленки распашонки вот внук это можно увидеть давайте я вам дам давай доча подай матери всегда в своем репертуаре просто типа это блять что-то внук это можно увидеть давайте я вам дам почему давай доча подай матери а бля вы же не видели нахуй деду думали просто взял кота можно увидеть давайте я вам дам давай доча как у тебя шок болит не болит сыночка ты хоть помогаешь да вон пакет можно сяду всегда успеешь мой ну богдан какой пятый да не похож в смысле не похож он и китайцы кого-то был нет 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 ну что вы как у тебя модераторы что надо сказать мне не питает сквозь я я думаю не справляются у них дома чисто пропылесосина как бы у ребеночка все наглажено все ребеночек спит спокойно как ты блять сейчас бы запиздел все нормально ночью доча спать-то дает ночами нет на мне спит нормально в кроватке плохо положу на раскраснился на сыночка ты че не возьмешь не швы болят и тяжело я сейчас не надо тяжелое поднимать ну че олеся вам хватает всего че вам еще привезти ну огурцы с помидорами тушенку и коробку привези все хоть мама богдана осталась у нас еще на пару часов чтобы вместе с нами искупать гором о да вот блин класс а никто не хочет остаться еще на пару часов чтобы я искупался сейчас кубики кубики сейчас будем делать ага да блин класс класс да 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 холодная 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 горячую воду не сюда давай граблю свою это береги кипятулу нормально нормально пойдет купики купики так вот так вот так вот так заголовку заголовку я не орите вы 2 пугает его больше все купики закончились ребенок плачет в меня как будто демон вселяется я не могу контролировать эмоции обогданного кубка купают его раки моменты на удивление спокоен и не провоцирует меня на конфликт она начала резко разговаривать дерзко ты с ней стараюсь и быть мягче она начала разговаривать а чё нифига себе странно очень все-таки ты понимаешь что у нее болит живот не болят швы при ребенке не за ух ты ж спасибо я думал все уже бля никогда нервничай всех и что в уши не попало почувался все нормально вот так чела гладят перед против шерсти ты не гладь сами давай без меня я здесь посижу на вас смотрю а если откинуть все эмоции мне очень приятно что тетя света рядом и помогает вы будете ночевать а утром уехала и к нам приехал следующий гость моя сестра двойняшка лет купать тоже когда она написала мне я честно обрадовалась сразу позвала к себе мы забыли старые обиды и договорились никогда не вспоминать о прошлом будете справляюсь справляюсь а ты как и беременность кубики нормально все кого ждете на второй скринк поеду там расскажут а ты как думаешь кто у тебя будет мальчика хочу дай бог дай бог чё мама проезжала видела малыша нет еще я их не хочу видеть они сначала на аборт меня отправляли а потом показывать мне как-то не очень хочется ну как же это наша мама уже бабушка это бабушка не хотела чтобы я рожала она меня тоже отправляла на аборт но ничего я же с ней общаюсь общаюсь мне неприятно не знаю сколько пройти времени чтобы я простила маму и пока не знаю прощу ли я ее вообще когда-нибудь через месяц после родов так время с ребенком пролетает незаметно каждый день одно и то же кубики кубики ой блять он и даже отражает все что можно в квартире наполнится не успела как прошел этот месяц швы после кесарева уже зажили и мне гораздо легче таскать сына на руках блять мне крыш выпала поначалу я будильник ставила чтобы покормить спасибо блять паспорт все замазан важен но для богдана очень важно повенчаться и ради него я готова на это мы решили что пойдем в церковь не сейчас а когда наш сын подрастет ее настроен решительно что мы будем мужчина конкретный ванта разведешь тебя также не купали даме не купали нами не купали приходилось да у меня суровое детство было в омске мне приходилось я пошел с месяца и в месяц был первый раз когда покупался пошел на своих двух нахуй под дождь с шампунем все бы хорошо но есть проблема после рождения сына я не поднимала с богданом вопрос чтобы он устраивался на работу так как живот болел и мне нужна была постоянная помощь по дому и с егором но сейчас я каждый день пилю богдана чтобы он начал приносить деньги в дом потому что обеспечивать да ты если ну как бы ты если не рождаешься не столице мира у тебя такая такое детство как бы зимой дождя нет в снегу хуяришь вот нашу семью до сих пор его мама мы начнете с работы еще 124 15 хорошо не обеспечивать не собираешься ты мужик семья не маму твою где-то дыме до клуба скажу потом на возьми здравствуйте спасибо ты заморозинка пассива стоит еще не сидеть сегодня в этом же телефоне и будем сидеть с этим работу где ты это уже слышишь когда ну стоит относиться серьезнее ко всему к этому нужно дрова нужно покушать где это все брать нужно устраиваться на работу дрова но бля тоже не будет нам вечно помогать тетя света и так много для нас делала и продолжает делать приезжает через день привозит продукты а моя мама до сих пор так и не видела внуку вживую гости я ее не зову а к ней ехать не хочу хоть она и просит а не свет привет ничего видела внучка конечно видела вчера вот полюбовалась нам на внука как у них дела там да все хорошо ты сама то видела вот и сестра приехала спрашивать зачем снова какую-нибудь инфу узнать об этом все семьи обсуждать не этой сестры не было когда они обсуждали все это вместе это сестра у них всеми тоже скорее всего как изгой потому что она тоже как бы вот так бля вообще ну типа из такая ситуация получается мне кажется первых должны встать на твою сторону там чтобы ты не выбрал это предки а потом уже предки чужого человека ну условно как бы ребенка ездила к ним была она была вот она стала пленчем усать звоню и так вот почему такой суродистым нет детства заебись было просто ему цвала тяжело что у меня игнорит не зовут совсем может быть ты там что-то говоришь я никого мопер на предварь у них пиздишь может быть тебе самой приехать к ребенку ну все я тогда сама соберусь на выходных и поеду то она ее посылала набор стоит ребенок нафиг не нужен ничего не привозила ничего не фруктов а то среди ребенка не понадобился заинтересовалась и тонком кисла не таю пас этот ребенок типа пиздишь то я дочь нет я дочь блядь я даю нас помолся 1 и после развеет нас я приехал если гора не идет к магомеду значит магомед идет мудро можно пройти проходи не ожидала что мама приедет и я совсем не готова к какому-то серьезному разговору ну скажи что-нибудь где мы дашь там сидит в комнате богдан уже соло сидит еще да привет а богдан то взрослых папашка папашка пурашка занятой дочь что такое ты ничего не поймут о чем тут настраивать и че я вас буду звать ты вообще-то моя дочь нет я твоя мама ох ты как заговорила ты посмотри на нее грамоту надо тебе что ты сама наверно знаешь где грамот или там где написано чё ты любил говорить да пиздёшь топ-сего сначала один аборт а потом и чё и чё-то иду это у тебя понимаешь у тебя детский сад вроде уже мама а мозги у тебя нифига не взрослеют ухты кто блин также я не отправляла на аборт а почему они я не отправлял на я она у меня с мозгами это бред какой-то а а у самой а у самой мозги есть или нет есть или нет и чё это что бред он бред у тебя есть бред то что то мы сейчас как две обиженные выясняем отношения а на самом деле мне не хватает мамы и не хватает ее любви я поняла что где-то да я не права и нужно отпустить эту ситуацию с абортом ты хочешь увидеть душу я зачем приехал по ним ну нифига котик здравствуй а что это там было это телек что это я не понимаю нахуй справа это компьютер это самолет это птица а это диван милый голова крошечка маленький маленький обогреватель внук похож на папу ну прям брови такие как у от прям приспущены спасибо мини-пиконенький броню что как у отца только носик олески мы еще около часа сидели болтали мама хоть на его шуме же беру но как с работой у богдана поспрашивает у знакомых если что поможет ему куда-то устроиться а мне сказала чтобы я никогда не стеснялась спросить помощи если она мне нужна не знаю как сложить хэппи отношения с мамой дальше если честно мне бы хотелось общаться со всей своей семьей только по-нормальному без драка оскорблений без матов и руганий пока моя главная задача подарить не измену сыну любовь заботы и понимания дать ему все то чего когда-то не было у меня рожай понятно это тяжело но это того стоит главное чтобы парень был серьезно к этому относился а не так что хе-хе-хе-хо-хо понятно такого нас выпуск получился